Здравствуйте! Меня зовут Татьяна. Я рада приветствовать вас на своем канале. Хочу показать пряжу, с которой я пока еще не работала и с которой я пока еще не вязала. Если вам также будет интересно эта пряжа, буду рада. Если кто-то уже вязал, то буду благодарна за отзывы, которые вы оставите. Меня интересует, какова эта пряжа в носке, потому что вязать из нее одно удовольствие. Это очевидно. Я еще не вязала, но вижу, насколько это будет приятнейшее занятие. Пробежимся по этикеточке. Шестой цвет. 625 партия. Я когда приближаю, у меня почему-то начинает очень сильно телефон мутную картинку создавать. И потом уже ее не исправить. Итальянская пряжа. Лайн из Дунорт, если я правильно читаю. Натуральная линия. Мерина Яг. Именно Яг меня и привлек. Какой шикарный состав. 70% мереносовой шерсти, 15% альпаки и 15% яка. Если из мереносовой шерсти я что-то вязала, из альпаки тоже, то из яка я пока еще ничего не вязала. В каком бы соотношении с чем-либо он не был. Именно Яг меня и привлек. Я много слышала о целебных свойствах. Вот именно не пряжи яка, а как это... Шерсти яка. Я читала о том, что действительно Яг прочно входит, завоевал свое место, продолжает завоевывать в текстильной промышленности. А вот так, чтобы поработать, я еще пока не работала. В 50 граммах 115 метров. Спицы рекомендуется 4-4,5. Я, наверное, со спицами соглашусь. Потому что ниточка такая не толстая, не тонкая. И скрутка у нее средняя. Не сильно скручена, но и не слабо скручена. Шикарненькая скрутка. Я, наверное, соглашусь с предлагаемыми спицами в данном случае. Но надо попробовать. Надо все пробовать, пока еще не вязала. Поверну стороной без этикеточки, чтобы можно было лучше смотреть цвет. Цвет сейчас на самом деле на камеру капельку темнее, чем в натуральном виде. Но вчера я хотела снять, был еще темнее. Сейчас он буквально на полтона. Знаете, называется он цвет графитовый. И он такой благородно-серый, с какими-то, знаете, фиолетовыми, что ли, чернильными нюансами. Но очень-очень благородный цвет. Именно цвет мне подсказал, что я хочу связать толюшки зимний комплект. Это будет шапка, это будет шарф или снуд. Мы с ним еще обсудим нюансы. Потому что раньше он предпочитал только шарфики. А вот в прошлой зимы как-то обратил внимание на снуды. Мы это еще, конечно, все утрясем. Если останется, то варьжонки. Еще свяжу. Это вообще будет замечательный, полноценный комплект. Я очень плохо ориентируюсь в количестве пряжи. Когда вы меня просите сказать, сколько мне пряж на то, на это, девочки, не знаю. Я очень плохо. Я точно знаю, что хватит на шапку со снудом. А дальше я буду действовать по обстановке. Ну, по моим расчетам, полкило такого счастья мне должно хватить на полный комплект. Эту пряжу я приобрела в интернет-магазине Бобин. Кстати, это мой первый опыт заказа пряжи по интернет-магазинам. Я обычно иду в магазинчик в офлайн и заказываю. С интернет-магазином Бобин я познакомилась совершенно случайно, когда на волнах YouTube, да, этот магазин имеет свой канал на YouTube. Кстати, ссылочку и на сайт, и на канал YouTube я оставлю. Так вот, на канале YouTube в ленте мне вышло рекомендованное видео, где я увидела о том, что разыгрывается набор для вышивки. Это был набор с таким-таки пучками трав. И там было что-то лавандовое, или сама лаванда, или что-то такое в сиреневатых, да, в таких сиреневых тонах. И только из-за этого я написала, что я участвую. Условия были такие классные, просто быть подписчиком канала. И я благополучно об этом забыла. Кстати, кто бы этот наборчик не выиграл, души поздравляю, наборчик классный. И вот потом мне стали приходить рекомендованные видео. И я просто утонула вот на волнах канала этого интернет-магазина Бобин. Классные ролики. Ольга хозяйка магазина, с которой мы общались. Кстати, общение очень приятное. Я задаю много вопросов, нужных и ненужных. Но на все, абсолютно на все, я получала четкие, своевременные, очень быстрые, кстати, ответы. Мне понравилось, что моя первая знакомость с интернет-магазином была таким приятным. Ну и став подписчицей канала, вечерами под вязание, я смотрела все ролики подряд. Мне интересовали новинки. Причем как в мире вязания, так и в мире вышивки, так и в мире шитья. Этот магазин предлагает товар не только для вязальщицы, но и для рукодельниц вообще. Я же, конечно, на сайте пошла в блок вязания. И там утонула. Больше 200 номинований пряжи меня, конечно, сначала даже смутили. Я отмела те пряжи, которые я уже вязала когда-либо. Но даже в новинках, новинках для меня, естественно, я тоже утонула и с трудом выбрала. Говорю, все, определил я, и вот этот красивый зверечек меня поманил. Так что, если есть интерес, проходите на сайт и блуждайте. Если есть интерес, проходите на канал YouTube и просто посмотрите ролики. Там, кстати, можно найти ответы на абсолютно все вопросы. Какие новинки, какие товары возвращают, что нового в магазине Бобин, чем живет магазин. Для меня это очень интересный канал. А еще у магазина Бобин есть клуб друзей. Вы можете вступать в этот клуб, приглашать друзей и получать какую-то сумму на лицевой счет за первый заказ. Но об этом лучше всего спросить у хозяек магазина Ольги. Ольги, она ответит лучше, чем я. Но меня очень-очень заинтересовала распродажа последних штучных моточков. Не секрет, что я вяжу очень-очень много носочков. Поэтому, думаю, это мой не последний заказ в интернет-магазине. От души благодарю Ольгу, хозяйку магазина, за такое внимательное отношение к нам. Потому что, как я уже сказала, я получала очень быстрые ответы на все свои вопросы. Предоставлялся выбор оплаты, предоставлялся выбор доставки. Все это очень удобно, очень быстро, комфортно. И все это создает самые благоприятные впечатления в магазине. Спасибо огромное. И спасибо за внимание. Была рада, если кому-то пряжа понравится. Всего самого-самого доброго.